Семья Пухом Светлана Дружинина и он исполнил эпизодические роли. Артист также появился в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие» по законам военного времени и других. Зрители помнят его по многочисленным выступлениям на театральной сцене. С 1973 по 1993 год Кузнецов служил в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Последний раз актер, которого называли королем эпизодов, снялся в кино в 1999 году. Валентина Иванова умерла в возрасте 77 лет. Подробности о кончине «Звезды советского кино» появились на сайте театра имени Ермоловой. Сегодня утром на сайте культурного учреждения появилась печальная новость. Умерла Валентина Иванова. Сообщается, что актриса ушла из жизни 22 ноября, но об этом стало известно лишь сейчас. Скончалась актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года. Сыграла не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам артистки. Говорится в заявлении. В театре выразили соболезнования семье артистки. Причина смерти не раскрывается. Даты и место похорон пока неизвестны. Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Иванова выступала на сцене театра имени Ермолова с 1963 года. Она также снялась в таких фильмах, как «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды». В «Угрюм реке» четырехсерийной картине «Ярополка Лапшина» в 1968 году. Она исполнила роль Нины Куприяновой. Фильм основан на одноименном романе писателя Вячеслава Шишкова. Валентина Николаевна прославилась, сыграв Нину в картине «Ярослава Лапшина. Угрюм река». Также актриса приняла участие в таких проектах, как «Всегда на марше», «Месяц в деревне», «Андрей Колубов», «Ложь на длинных ногах», «Зеленая комната» и «Лунные воды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова